Я Анна Сави, я приглашаю вас на свою выставку в школу Ильини Репина, улица Есенина, 8-2. И сегодня, видите, какая прекрасная, профессиональная выставка. Я думаю, что вы еще очень много времени посвятите изучению этих работ, потому что там есть чем учиться. И, конечно, я думаю, что мы все очень горды, преподаватели, администрация школы, что мы воспитали такую замечательную художницу от того, как она училась, с какими личностями преподавателей судьба дала ей связать свое обучение. Это огромное значение. Я думаю, что, наверное, это первостепенные даже вещи. А Анечка уже у нас настоящий мастер-художник. Глядя на работу, конечно, удивляешься, что в таком возрасте уже можно иметь такую колоссальную коллекцию своих работ. И работ такого уровня. Это, конечно, огромный труд. Спасибо за слова такие. Мне очень приятно. Хочу поблагодарить всех, кто здесь присутствует. Я им очень благодарна, что меня привели в эту школу. Это очень ценно для меня, потому что здесь я встретила преподавателей, которые, ну, очень немного дали. Честно, я не ожидала, что такое может быть. Все наши поездки, наши пленеры, наше общение, то, что меня принимали, даже тогда, когда у меня не было парка, наших уроков, все преподаватели всегда рады были видеть, всегда готовы были помочь, подсказать. И это, правда, очень ценно. Я благодарна Елене Александровне, Тамаре Степановне, всем преподавателям, кто здесь присутствует. Очень ценю вас всех. Спасибо Елене Андреевне за то, что устраивали столько пленеров, потому что сейчас есть столько нервов. Про учебу, конечно, всегда можно говорить, потому что есть что рассказывать. Аня училась у нас в школе долго, много лет. Она пришла в традиционный нулевой класс. Сначала училась в Кичине и Екатерине Анатольевне. И дальше, после нулевого класса, начали семену, тогда они еще учились пять лет. То есть с первого и дальний класс. Учились хорошо. Аня была всегда очень требовательная к себе. Материалу есть. Ей всегда хотелось знать больше, чем мы даем на уроках. И она, не знаю, может быть такое, что она уже сказала, что себе больше времени ничего положено. Но мы были рады с ней работать, потому что она участвовала во всех выставках, конкурсах, поездках, пленерах. Все это очень ей помогало и очень много трудилось. Так получилось с Академией. Она очень много времени работала. И сейчас мы очень приятно в таком уровне отворили, очень высочайшим, благодаря занятиям в нашей школе и дальше в мастерской Чурсюнове и Реймановой. И, конечно, когда у нас в школе появилась мастерская с Мамасовым, конечно, мы там в первых годах, когда мальчик с тюрьмами передлил в тропы, я забывалась в нее. Сегодня особенный день, потому что здесь представлена выставка нашей девушки-красавицы, которая может быть служить примером для вас всех сейчас присутствующих здесь. И я очень рада, что вы здесь находитесь и что можете познакомиться с этим очаровательным художником. Потому что если посмотреть все работы, здесь на выставке, вы знаете, они очень разнообразны. Они разноплановы. Но во всех работах чувствуется не просто хорошо написанная постановка или какая-то композиция, а чувствуется душа этого прекрасного человека, который угрожает разные эмоции, разные настроения. Вы потом поспорите на это и внимательно попробуйте это анализировать. И я хочу сказать, что мы всегда будем ходить, смотреть на луганную сучать, как, что сделано, какое письмо. И я думаю, что мы будем благодарны еще раз. И это будет большой колоссальный опыт, который мы будем оценить в полной мере. Поэтому мы очень благодарны за этот опыт. И хочется просто сказать, что желаю Анечке, чтобы вот это творческое начало, ее потенциал, ее эмоциональность, доброта, чтобы ее не покидали никогда, чтобы присутствовать всегда в хорошем настроении, замечательных работах, нового развития, новых успехов. Я думаю, что это хорошо, да. Я тебя радуюсь. Так давно. Действительно, я смотрю, так продвинулась. У тебя пришло развитие, так вам вообще, жизни. Потому что относительно чего можно в себе верить, только относительно себя вчерашнего никогда не сравнивать с другими. Потому что ты развиваешься, у тебя свой творческий путь намечается, прям, уже чувствуется. Я за тебя рада. У меня веселые эфиры. Мы сегодня грустные. И все дети обращают внимание. Все. Не было такого ребенка, не было такого класса, который бы мне спросил, а это кто делает, я делаю вам. То есть у тебя свое творческое лицо, начало, и это классно, и тебе желаю. Песня, да. Песня, да. А вы тоже столько замечательных слов сказано было, да? Мы все очень рады, поздравляем Айфу с очередной выставкой персональной. И рады, что мы сейчас будем наслаждаться по иной работе. Спасибо тебе огромное. Выставка А. Плодис. 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 Так, на то попрос. Какие-то предметы. Может, ты, прямо, сеть, кто-то красный, а что-то не подкликнул на нас. Нет, да. Здесь, это моя другая, 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 скилая. Закомфоновалась дыня, есть серия работ. Здесь, наверное, только велико три из них. Еще там есть формулинг, из-за будущих. Здравствуйте. Ну, вот, например. Здравствуйте. С отражением. Я дальше, я еще раз буду поработать. Я чувствую пионы, я чувствую пионы, они все работают, ажистики на разуме, на голубом поле, потому что, так кажется, кто-то, кто-то идет. Н部иник. Я, ты хочешь, кто-то… Одна из первых работ. Здесь уже... Какой-то, если первый взгляд, это все. Я не знаю, что здесь здесь все, где-то, что это… Добрый день, меня зовут Таня Сави, мне 20 лет, и сегодня я хочу рассказать вам немного о своей выставке и о своем творческом пути. Еще в детстве родители заметили, что у меня есть какие-то способности, и отвели меня к художнице. Я начала там заниматься, развиваться, и через какое-то время родители решили, что было бы неплохо, если бы я училась в художественной школе. Конечно же, они всегда выбирали для меня самые лучшие школы, и мне посчастливилось попасть в школу Репина. Поступила я сюда в 9 лет, и я очень этому рада. Мне попались чудесные преподаватели, которые дали мне очень ценные знания, которые, возможно, я бы не получила ни в каком другом месте. Ирина Александровна Безрук — это мой педагог, которая была у меня достаточно много лет, и она мне давала много подсказок, советов. Мы с ней ездили много на разные пленэры, участвовали во всех выставках, о которых мы только узнавали. Я этому очень рада. Также благодарна всем остальным педагогам. У меня их очень много. Это Елена Валентиновна, Любовь Анатольевна, Тамара Степановна. Я проводила достаточно много времени в репинге, и мне кажется, что я дома меньше времени проводила, чем здесь. Бывало и такое. Бывало, что приду в субботу утром, в 10 утра, как только открываю двери, и до 6-7 вечера сижу, занимаюсь, потому что мне это все нравится и всегда нравилось. На выставке представлены натюрморты, пейзажи, декоративные работы. Все они выполнены в разных техниках. И акварель представлены, и масло, и акрилы, батик, и литография. Эта работа была написана этим летом под Харьково. Многие думают, что эта работа была написана во Франции, но это не так. И мы с мамой поехали на рассвете на это прекрасное поле. Ехали мы, еще было темно-темно, и мы встретили рассвет прямо в поле. Это неописуемое чувство, потому что освещение меняется резко, и у тебя состояние в душе сразу же меняется. Ты слышишь, как гудят пчелы, и это невероятно. В последнее время я больше внимания начала обращать на детали. Я стараюсь в каждую работу внести что-то маленькое, особенное. И делаю это с любовью. Например, летом, последняя серия моих работ, почти в каждой работе, вы можете наблюдать желтенькую резиновую уточку маленькую. Многие спрашивают, и что же это значит. Честно говоря, я не хочу рассказывать, что лично для меня это значит. Для каждого это что-то свое. У кого-то это ассоциации с детством, у кого-то совершенно другие. Но это должен каждый сам для себя решить. Это серия работ с синей бутылкой. Их существует достаточно много. У меня на выставке представлено три работы. С дыней, с грушами и вот эта работа с хурмой. Эти работы объединены с синей бутылкой. То есть в каждой из этих работ разное настроение. Но есть элемент, который их объединяет. Еще, учаясь в Лепинке, Ирина Александровна познакомила меня с замечательным профессором Чурсиной Верой Ивановной. И с того момента я хожу и дополнительно занимаюсь акварелью. Это замечательный акварелист. Это невероятный преподаватель. Ее выставки, я думаю, посещали многие из вас. Потому что это известный художник, который может и научить, и показать прекрасное людям. Сейчас я учусь на четвертом курсе в Академии дизайна и искусств. На специализации книжная графика. Мне очень нравится эта специальность. И я могу ее с удовольствием советовать каждому. Так как вам педагоги достаточно много дадут. Вы научитесь разным графическим техникам. Также, если вы пойдете на книжную графику, вы сможете делать книги. Если на плакат, то вы будете плакатистом. Или, например, вы можете просто пойти на станковую графику и делать невероятные работы в разных техниках. Еще, учась в Лепинке, я написала эту работу. Это была моя дипломная работа. И она выполнена в технике акрил. Если посмотреться, тут очень много разных фактур, разных деталей, фишек. То есть, это какие-то пузырьки, объемные штуки, потеки и так далее. Я приглашаю вас на свою выставку и надеюсь, что мои работы вдохновят вас на создание своих новых работ. Спасибо. 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 Спасибо.